друзья приветствую всех кто изучает русский язык с вами снова андрей с новым рассказом хочу напомнить вам что кроме русского текста который будет справа на экране вы можете включить субтитры ютуба с переводом на английский немецкий испанский португальский и польский языке итак поехали в 1890 году будущий император николай второй отправился в большое путешествие на восток посетив среди прочих мест королевство сиам экзотическую страну о которой в то время было известно совсем немного теплый прием оказанный сиамским королем рамой пятым произвел на николая большое впечатление и они расстались друзьями в 1897 году чулан лонгкорн таково было настоящее имя сиамского монарха приехал с визитом в россию что еще больше укрепила их отношения желая угодить другу николай предложил королю отправить одного из своих сыновей на обучение в россию пообещав взять на себя все сопутствующие расходы чулан лонгкорну эта идея очень понравилась учиться в россию отправился чакрабон второй по старшинству зато самый любимый сын сиамского короля чакрабон приехал в санкт-петербург летом 1898 года из англии куда его изначально отправили получать европейское образование там он успел изучить английский и русский языки и поэтому переезд в новую неизвестную страну дался ему относительно легко в россию он приехал не один с ним отправился его товарищ най пум сопровождавший принца во всех путешествиях сразу после переезда обоих юношей зачислили в пашский корпус одно из самых престижных военно учебных заведений российской империи чакрабон делал большие успехи в учебе а выпускной экзамен летом 1902 года он сдал лучше всех установив рекорд по набранным баллам его итоговая оценка составила 11,75 из 12 возможных второе место занял пум он получил одиннадцать с половиной из 12 после окончания пашского корпуса чакрабон был принят на службу при императорском дворе исполняя обязанности личного пажа императрицы александры федоровны супруги николая второго в свободное от службы время чакрабон любил посещать дом елизаветы храповицкой где собиралась творческая интеллигенция петербурга именно там одним зимним днем 1904 года принц увидел рыжеволосую девушку катю которая с первого взгляда поразила его своей необычайной красотой после первой встречи чакрабон принялся настойчиво ухаживать за катей он писал ей письма присылал подарки приглашал на прогулки но у кати были другие планы в 1904 году катя поступила на курсы добровольных медсестер в госпиталь императрицы марии федоровны началась война с японией и юная девушка желала помогать раненым солдатам принц же приходил в отчаяние от одной мысли о том что с ней может там произойти вдруг ее ранят или убьют к счастью все обошлось катя съездила на фронт и возвратилась опытной медсестрой награжденной тремя наградами в том числе георгиевским крестом екатерина десницкая стала одной из четырех женщин получивших этот знак отличия во время русско-японской войны после катиного катиного возвращения с фронта их с чакрабоном роману больше ничего не мешало вскоре принц сделал катя предложение десницкая согласилась венчание решено было провести в стамбуле после чего молодожены отправились всем прибыв в сингапур чакрабон оставил катю жить в отеле а сам отправился в бангкок чтобы встретиться с отцом встреча это оказалось очень короткой увидев принца рама 5 спросил про его русскую жену чакрабон во всем сознался в ответ на что король просто развернулся и ушел не сказав ни слова куда более бурной была реакция матери принца королевы саувахи в течение нескольких дней она устраивала сыну скандалы упрекала его в нарушении всех королевских традиций сиан не принял катю почему так произошло катя была фаранг так сианцы называли белокожих европейцев для королевской семьи десницкая была чужой не ее статус не материальное положение не играли никакой роли важно было лишь то что она изначально не была частью этого круга в правящей династии чакре представителем которой был чакрабон была укоренена традиция внутри семейных браков имевшая целью сохранение чистоты крови также среди членов этой большой семьи приветствовалось многоженство так отец чакрабона имел 92 жен и 77 детей признавшись во всем родителям чакрабон привез жену в сиан в качестве резиденции им предоставили недавно построенный дворец под названием по русского катя лишь изредка дозволялась покидать дворец чтобы немного погулять по улицам банкока но со временем она привыкла к такому образу жизни и начала всерьез интересоваться сиамской культурой спустя год катиного пребывания в порусковане лед между ней и королевской семьей начал таять сначала королева попросила чакрабона показать ей фотографию невестки а затем послала к ней нескольких сыновей с визитами наконец она выразила желание увидеть катю в традиционной сиамской одежде в ответ на что десницкая вежливо попросила ее подобрать ткани для платья королева оценила жест и их отношения пошли на лад весной 1908 года катя родила сына которого назвали чулой с его рождением отношения катя с королевской семьей стали еще ближе через несколько лет король сиама рама 5 скончался от болезни почек и трон занял старший брат чакрабона катина опала закончилась вместе со смертью короля катя вздохнула свободно и вплотную занялась об устройством порускована дворец буквально преобразился туда приглашались знаменитые европейские повара и модельеры музыканты и художники жизнь кати заиграла новыми красками этот период продлившиеся целых семь лет оказался самым счастливым в жизни русской принцессы сиама в 1918 году катя на этот раз без мужа отправилась в длительное путешествие посетив китай она поехала в японию оттуда в канаду она не знала что за время ее долгого отсутствия чакрабон сблизился с одной из своих сводных сестер принцессой чавелит вернувшись катя поняла что принц больше не испытывает к ней прежних нежных чувств документы о разводе были подписаны 14 июля 1919 года тем же вечером принц написал в своем дневнике что это решение было необходимым хоть и невероятно трудным принцу казалось что виной всему стали непонимание и неспокойная обстановка в семье вызванная катиными истериками и нервными срывами катя же считала что виноваты во всем чавалит и чакрабон труднее всего пришлось их маленькому сыну который очень тяжело переживал развод родителей катя уехала из дворца не попрощавшись и маленький мальчик еще долго бродил по пустому саду плакал и громко звал маму уехав из сиама катя перебралась в китай где какое-то время жила вместе с братом там же она познакомилась с американским инженером по имени гарри клинтон стоун за которого впоследствии вышла замуж они перебрались в париж где катя и провела остаток своей богатой на впечатление жизни в 1960 году она скончалась после развода с катей чакрабон попытался жениться на чавалит но не получил позволения старшего брата в октябре 1919 года скончалась мать принца королева саувабха а через год в июне 1920 года умер и сам принц подхватив воспаление легких после прогулки на яхте принц чула оставшись без обоих родителей попал под покровительство своего дяди короля в двадцатые годы принц уехал учиться в англию где и остался на всю жизнь женившись на англичанке он пережил катю всего на три года скончавшись в 1963 году от рака вот такая непростая история друзья а у меня на сегодня все спасибо что смотрели этот выпуск не пропускайте следующие ролики огромной вам удачи и пока